Почти тысяча непробитых билетов за сутки и официально 47 пассажиров за смену. В Гродно начались массовые проверки перевозчиков. Многие работают с нарушениями, которые шокировали специалистов. Это оперативное видео предоставило в нашу редакцию предприятие «Оператор пассажирских перевозок». Неделю они мониторили ситуацию как на городских маршрутах, так и в пригородном сообщении. Работа сверх нормы, игнорирование предрейсового медицинского освидетельствования и как следствие нарушения безопасности пассажиров. А еще нелегальная прибыль в обход бюджета и работа по подложным документам. Со всем этим столкнулись контролеры за неделю рейда. «Оператор пассажирских перевозок, билетики, пожалуйста, предъявите. А билеты где должны быть?» «У пассажиров». «А почему они у вас?» «Погласились, признаю их». Ленту изъяли из кассового аппарата и теперь показывают в качестве примера, как нельзя работать. Нарушение очевидно. «Первый билет пробит в 6 часов 21 минуту, потом в течение 30 минут ни одного билета не пробито, ну и так далее в течение всего дня. Через 30 минут, через 40 минут пробивались билеты. В конце концов, по состоянию на 14 часов 22 минуты, вот вся работа водителя за его смену. 47 билетов пробито». Особенно часто нарушения фиксируют ранним утром, когда водители уверены в том, что проверка им не грозит. Причем происходит это как в городе, так и за его пределами. В Гродно ситуация с маршрутами такси сложная. «Цифры страшные. Во-первых, вместо 15 посадочных мест перевозится 22-24 человека, что является достаточно существенным нарушением. Как правило, еще эти все пассажиры и без билета. В течение 7 дней, 3 часа каждый день проводилась проверка билетов на междугородном сообщении и пригородном сообщении. 974 непробитых билета за 21 час фактически. То есть суммы, которые на сегодняшний момент уходят из бюджета, представить на самом деле сложно. Проверки только начались. Контроль будет выходить на маршруты каждый день. За нарушения водитель не только рискует лишиться возможности выходить на маршрут, но и в дальнейшем участвовать в конкурсе на право перевозить пассажиров по Гродно. Кстати, ответить придется и самим пассажирам, которые пренебрегают правилами и соглашаются на безбилетный проезд. Штраф никто не отменял и доказать, что поездка оплачена, будет крайне сложно. Поэтому пассажир не только должен передать деньги, но и получить обратно билет. Что говорит и об оплате проезда и о страховке в случае чего. Продолжение следует...